Если нет спетофора, то надо подождать. Машина проедет, а потом идти. Как вести себя на дороге воспитанники детского сада номер 16 хорошо знают. В течение месяца в этом дошкольном учреждении проходит акция «Зареченцы с рождения за безопасность дорожного движения». Увеличивается поток машин, становится опасно переходить дорогу. Дети часто бывают невнимательны. И если в назидательной форме рассказывать им и говорить, что так можно делать, а так нельзя делать, то, естественно, дети эту информацию не воспринимают. В дошкольном возрасте эффективнее и целесообразнее давать информацию в игровой форме. В рамках проекта дошкольники вместе с родителями и педагогами своими руками сделали город, в котором все автомобили передвигаются строго по правилам. Пятилетняя Ася Яс мастерила поливальную машину из картона и пластика. Это машина-поливалка. Она поливает цветы. Вот сюда наливается вода. Тут она выливается и поливает всякие цветы. Розы, ромашки. Своими поделками ребята из детского сада номер 16 похвалились инспектору по безопасности дорожного движения на специальном занятии. Под руководством сотрудника ГИБДД малыши повторили правила безопасного поведения на улице. Затем дошколята закрепили свои знания на практике в игре «Веселые дорожные старты», которая состояла из трех конкурсов. Первый конкурс называется «Светофор», где детям раздаются сигналы светофора разных цветов. Предлагается два светофора для водителей, светофора для пешеходов. И им необходимо будет сигналы распределить по назначению. Второй конкурс будет называться «Такси», где ребята будут соревноваться. Обруч дается каждой команде. Сначала один бежит, якобы водитель, потом зацепает себе пассажиров вдвоем бегут. И третья игра – это дорожные знаки. В Заречном подобные занятия проводятся в каждом детском саду и школе. Научить ребенка правилам безопасного поведения – значит уберечь его от возможной беды.